В университетской клинике Казанского федерального университета осуществляются любые виды эндоскопических вмешательств, которые только существуют в мире. Одна из них – это эндоскопическая папилосфинктеронтомия. Операция производится при патологии большого доуденального сосочка 12-перстной кишки, куда открываются протоки поджелудочной железы и протоки желчеводящих путей. Методика сама заключается в том, что дуоденоскопом через ротовую полость мы проходим 12-перстную кишку, под визуальным контролем находим большой доуденальный сосочек. Все это еще сопровождается рентгенологическим методом. Найдя этот большой доуденальный сосочек, мы проходим его катетером и вводим туда контрастное вещество. Визуально мы можем оценить, какая патология у данного пациента. Либо это стеноз, папилостеноз, сужение, либо это наличие камней в желчеводящих путях. Симптоматикой заболевания является болевой синдром, а также пожелтение кожных покровов. Именно с такими жалобами в университетскую клинику обратился Юрий Шугаев, которому и была предложена эндоскопическая папилосфинктеротомия. Я даже не узнал, что это такое. И даже мне жена говорит, это, слушай, ты желчейший. Я говорю, нет, в зеркало смотрел. Я говорю, загар, я говорю, это не говорю, загар. Потом через где-то день-два она мне опять сказала. Я говорю, да нет. А потом что-то пришел на работу, глаза как-то сделал, смотрю, у меня желтый. Вот тут я уже понял, что я влип. Когда меня направили, направили, вот здесь меня положили, и потом уже вот мне предложили такую операцию. Я, правда, об ней ни разу не слышал, переспросил. Ну ничего, страшно, два-три раза в день мы делаем. Ну я согласился. Эндоскопическая папилосфинктеротомия относится к малоинвазивным операциям, которые обеспечивают меньшее вмешательство в организм, чем применяемые для этой же цели открытые операции. Отличие эндоскопической папилосфинктеротомии, я уже говорил, что это малоинвазивное вмешательство. Есть другие хирургические типы вмешательства. Это открытая лапаротомия, либо это лапароскопия тоже. Но здесь восстановительный период пациента гораздо меньше, чем после полостных операций. У нас пациенты обычно выписываются на пятые, на шестые сутки после оперативного лечения. В университетской клинике Казанского федерального университета такого рода операции проводят ежедневно, благодаря высококлассному экспертному оборудованию и наличию высококвалифицированных кадров. Прошла сама операция хорошо, легко. Меня тщательно хирург проверяет. Болезни никаких. Ощущений спрашивает боли. Никакой боли нет. Даже вот сейчас стою и не чувствую.